К 7 годам лишения свободы суд приговорил 27-летнего жителя Петропавловска, который изготавливал и продавал синтетические наркотики. Распространитель спайсов был пойман с поличным. При обыске его квартиры оперативники обнаружили более 4 граммов концентрата и 3 грамма наркотиков, готовых к употреблению. Кроме того, были изъяты весы, упаковочный материал, более 800 тысяч тенге и чеки денежных переводов. Спасатели Алматинской области вызвали из заносов 6 человек, в том числе и ребенка. На автодороге у Ширалду-Стык в снежном плену оказались 3 легковых машины. Отмечу, что трасса была закрыта для всех видов транспорта из-за погодных условий. Однако две легковушки выехали на участок по проселочной дороге в объезд дежурного поста. Засрявшие автомобили чесники отбуксировали на очищенные участки. Спасенные в медицинской помощи не нуждались. В Североколосанской области задержали 4 браконьеров. В автомобиле жителя Петропавловска природоохранные и полицейские обнаружили обезглавленные туши 4-х сибирских косуль со следами огнестрельных ранений. В салоне также были найдены 2 глакосвольных ружья, патроны и нож. Теперь стрелкам-нелегалам грозит срок до 7 лет колонии. В Жамбылской области продолжается охота на кальянщиков. Сотрудники управления по противодействию наркопреступности проверили 19 увеселительных заведений региона и выявили 14 фактов курения кальяна. Нарушителям грозит штраф в более 40 тысяч тенге, а 4 владельца кафе пополнят казну на кругленькую сумму. Каждый из них заплатит от 69 до 166 тысяч тенге. В семье и во дворе частного дома загорелся автомобиль. До прибытия пожарных огонь уничтожил покрышки колес и обшивку салона. Спасатели автопожара оперативно потушили. К счастью, обошлось без жертв. Отмечу, что в этом году в Восточно-Казахстанской области на транспорте произошло около 200 возгораний.